Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости» и сегодня с нами солист оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра Алексей Бублик. Здравствуйте! Алексей Бублик – оперный певец «Баритон». Родился в городе Элиста, где окончил музыкальную школу и училище искусств. Затем Алексей продолжил обучение Волгоградской консерватории, закончив которую был принят в труппу театра «Царицынская опера». В 2016 году стал солистом Академии молодых оперных певцов Мариинского театра и в ее составе принимал участие в гастролях по городам России. С декабря 2017 года Алексей Бублик – солист оперной труппы Приморской сцены Мариинского театра. Ваше взаимодействие с Мариинским театром началось задолго до того, как вы, собственно, стали солистом оперной труппы Приморской сцены. Давайте начнем вот из этого немножко издалека. Мои отношения с Мариинским театром складывались через Академию молодых певцов Мариинского театра в Санкт-Петербурге под руководством Ларисы Геркиевой. До того, как я приехал в Петербург, я уже был действующим выступающим артистом в городе Волгоград, где я получил непосредственно высшее образование в этой области и начинал свои первые шаги в профессии. Для меня всегда было очень привлекательным как-то соприкоснуться именно с Мариинским театром. И в один прекрасный момент, находясь в Волгограде, я просто принял для себя такое решение, что несмотря на какие-то сложности и риски, я хочу, я готов и я хочу попытаться соприкоснуться с этим великим, с этим прекрасным, о чем я думал, к чему я стремился. Я приехал в Петербург, где по результатам прослушиваний был зачислен академистом, позже солистом Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Вот так я оказался причастен к Мариинскому театру в целом. А чтобы очутиться здесь, во Владивостоке, на приморской сцене, вы сами приняли решение или вам поступило предложение? Была ли это для вас своего рода авантюра оказаться так далеко? Пусть и под тем же именем Мариинский, но все же. Для человека, который родился и вырос на юге страны, поездка во Владивосток в любом случае – это авантюра. Я думаю, для меня это точно так же. Но здесь есть одно «но». Опять же, находясь в Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, я получал очень много полезного и нужного в профессии и в жизни, чем я пользуюсь и сейчас, что помогает мне работать, развиваться, идти дальше. Но иногда человек может потратить очень большое количество времени на то, чтобы, находясь в Петербурге, находясь в Академии, дойти до того результата, который человек сам себе ставит. И это нехорошо, это неплохо. Это вопрос выбора каждого. Я посчитал, что мне нужно сделать такой выбор, потому что я был полон амбиций исполнять роли первого плана, исполнять серьезные роли. И я принял для себя такое решение, что я не могу себе позволить такой роскоши ждать очень долго. Тут было прослушивание, я решился принять в нем участие и получил предложение. Это предложение я принял довольно легко. Насколько быстро вот этот театр, эта сцена стала для вас своей? И что этому способствует? Насколько, ну скажем, не только рабочие, но и нерабочие отношения внутри нашей труппы помогают вам хорошо здесь чувствовать себя? Вы знаете, эта сцена для меня стала своей практически сразу. Когда я сюда приехал, только готовил роли, готовил, водился в спектакле. Я был поражен акустикой, поражен красотой, декорацией, слаженностью цехов. Эта сцена стала для меня, по сути, уже родной до того, как я на нее впервые вышел. ПЕСНЯ 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 Мне было это очень легко, опять же, потому что вся обстановка, атмосфера, коллектив, руководство, все способствовало этому. Ну и плюс мне очень сильно повезло, я считаю это большой такой профессиональной удачей, что мой дебют в опере Джакома Пучини Тоска в роли Скарпия состоялся на одной сцене с величайшей оперной певицей, с нашей с вами, с отечественницей Марией Гулигиной. Она исполнила заглавную роль в спектакле «Тоска». Я посчитал, что раз судьба дает мне такие подарки, значит, это хороший знак, значит, нужно идти дальше в этом направлении, делать более уверенные и амбициозные, наверное, шаги на этой сцене. И вот с тех пор эта сцена, этот коллектив, да и город уже становятся для меня родными. Вот вы уже как минимум дважды в нашем разговоре использовали слово «амбициозная амбиция». Вот скажите, из тех титульных партий, которые уже есть в вашем репертуаре, это и Скарпия, и Онегин, и вот прекрасный где-то тут у нас был Григорий Грязной из «Царской невесты», какую из них вы на данный момент считаете наиболее высокой именно в отношении воплощения ваших профессиональных амбиций? Ну, вы знаете, если говорить совсем откровенно, я пока не считаю, что у меня есть покоренные вершины. Есть вершины, к которым я, возможно, близок, я могу наслаждаться их видом, но пока они еще не покорены. И, наверное, если такое случится, я такое скажу, это очень плохо. Вершина в искусстве никогда не должна быть покоренной. Вот я так считаю. А если говорить о драматическом воплощении ваших героев? Я мог бы сказать о том, какой мне ближе, какой интересней, скажем так. Знаете, я нередко беседую с оперными артистами, спрашиваю у людей из интереса. Вот назовите, пожалуйста, две-три партии, которых вам бы хватило в жизни. Вот представьте себе ситуацию, что вы поете всю жизнь, исполняете только ее, играете только эти роли. Есть ли такие? И практически каждый артист называет, что да, есть. Я спрашивал, потому что мне было интересно, так ли у других, как у меня. Потому что я для себя уже давно сделал такой вывод, что мне достаточно, наверное, трех ролей. Назовете их? Да, конечно, я назову. Мне уже повезло, что партию Скарпия, партию Грязнова, эти роли я уже исполняю. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Есть еще третья роль. Хотелось бы роль Магбета в одноименной опере «Верди» исполнять. Вот этих трех ролей, наверное, мне бы хватило. Конечно, я не хочу ни в коем образе обесценить все оперное искусство, весь жанр, другие роли. Но вот лично для меня, мне это настолько близко, что мне хватает этих эмоций, этих переживаний и глубины того, что заложено в этих операх, в этих персонажах, для того, чтобы работать над этим, наверное, всю жизнь. Отношения вокалиста со своим собственным голосом, что-то мне подсказывает, что это такие очень тонкие, сложные взаимоотношения. В свое время Дмитрий Хворостовский шутил, что полностью довольным своим голосом певец может быть только один раз в году и то в тот день, когда он не поет. Ну, на самом деле, Дмитрий Александрович шутил очень близко к правде. Это действительно так. Но здесь имеется в виду ощущение самого певца. Конечно. Конечно же, нужно понимать, что если бы человек, который выходит на сцену стабильно и много, был в звучании один раз в год, он бы не достигал таких высот. На него бы никто не ходил, а никто не хотел бы его слушать. Звучат оперные певцы, оперные артисты, как правило, всегда примерно одинаково. Но тут зависит от нервной системы человека, от его восприятия себя в этой профессии, от его восприятия этой профессии. Скажу одно, что петь, именно петь, бывает довольно трудно часто. Зритель может этого не замечать, зритель может слышать хорошие ноты, хорошее звучание, тембр. Ему будет казаться, что все легко и органично. Но человеку может быть этот момент очень сложно. Потому что есть какое-то нездоровье, есть какая-то усталость. У всех у нас дела, быт, жизнь, в которой мы все живем. И это отражается на голосе. Потому что аппарат певца довольно сильный, но в то же время довольно хрупкий. Поэтому да. Все-таки, возвращаясь к самым первым шагам к музыке, что этому способствовало у вас? Какие-то семейные традиции или исключительно ваш интерес? Или, может быть, ваши близкие хотели вас видеть успешным именно в плане музыки, вокала, пения? Я вообще глубоко убежден, что профессия находит людей, и так происходит со всеми. Чтобы люди об этом не думали. Кстати, да, я согласна. Это мое искреннее убеждение. Просто иногда профессия находит людей, которые уже о ней думают, которые уже хотят окунуться в ее безбрежные океаны. А иногда профессия находит людей, которые просто смотрят по сторонам и не знают, куда себя направить. Я был достаточно активным, полным энергии, юмора, веселья. Но в то же время очень глубокого прочувствования, наверное, мира. Был вот таким ребенком. Да, я рос в семье музыкантов, безусловно. В семье и пели. Да и вообще, я думаю, что в традициях людей, особенно людей южных, пение, музыка в доме, танцы – это нормальное явление. Но опять же, поют и танцуют во многих семьях, но не все становятся музыкантами. У меня была музыкальная школа по классу академической гитары. Я поступил в колледж искусств по классу академической гитары. Надо сказать, что оперным певцом я себя не мыслил никогда. И эти мысли даже от себя гнал. Даже я не мог подумать, что такое со мной может случиться. Так часто бывает, люди не всегда сразу, особенно в юные годы, воспринимают оперный жанр как серьезное искусство. Мне так кажется. Во всяком случае, может быть, на родине оперы в Италии – это по-другому, но это сложный жанр для восприятия. И, разумеется, когда я слышал что-то на пластинках, оперное пение, я это не воспринимал. Я никогда не думал, что меня судьба приведет к тому, что я буду этим заниматься, и заниматься с удовольствием. Ну вот так случилось. Я действительно оказался здесь случайно. А потом уже начал чувствовать, что это мое. Это мое. Особенно, когда стали говорить уже, что и со стороны, что что-то получается. Ну тут без вариантов. Я доволен тем, что я этим занимаюсь, что судьба меня к этому привела. Судя по вашим словам, вы артист такой очень ищущий в ролях, в своих персонажах. А значит ли это, что и от процесса репетиции, которые, по сути, это исследование, и поиск, вы получаете такое уже удовольствие, как непосредственно находясь на сцене и уже исполняя спектакль? Безусловно. Больше того, я скажу, что каждый раз, когда человек, когда артист репетирует, он должен делать так, как будто он уже на спектакле, как будто он при зрителях, как будто все происходит уже там, на сцене. О важности репетиции, ну что тут говорить? Конечно, репетировать нужно, именно на репетициях выполняется вся эта работа, чтобы качественно представить ее зрителю. Но, что касается интереса, я думаю, что для настоящего артиста не должно быть разницы, работает он репетицию, либо работает спектакль. И, скорее всего, так это и есть. Я, особенно наблюдая за артистами, за мастерами сцены, за артистами старшего поколения, я вижу, что они практически никогда не позволяют себе работать на репетициях, не давая энергии. Можно поберечь голос, то есть что-то петь в другой тесситуре, не использовать верхний регистр. По-разному бывает, это зависит от состояния. Но энергия, энергия персонажа, взаимоотношение персонажей, сам смысл – это должно быть всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Если человеку неинтересно этим заниматься, то надо что-то делать с профессией, я думаю. Поэтому, да, удовольствие от работы происходит всегда, и на репетиции, и на спектакле. Но, конечно же, этот энергообмен, который возникает при общении с аудиторией, есть некоторые вещи, которые нельзя объяснить, их можно только почувствовать. И это не имеет отношения к какому-то удовлетворению своих амбиций. Нет, я в другом. Это удивительная форма общения между людьми. Как есть дружеское общение, есть романтическое общение, разное. Вражда – это тоже общение. Оперный спектакль – это удивительный способ общения с людьми, общения с миром. И через это общение удивительный способ познания себя. Поэтому, да, работать должно быть интересно, и, слава богу, мне интересно. Вот этой такой красивой мыслью о том, что спектакль – это некая форма общения между зрителями и артистами на сцене, я думаю, можем мы завершить наше интервью. Спасибо вам большое, что побывали у нас в гостях. Спасибо. Будем стараться. Будем стараться работать, чтобы удовольствие от общения было всегда взаимным. Субтитры сделал DimaTorzok